почему музыканты ведут себя как последний что это за с гильдия эгоизма и обиженности в одном флаконе что это что это за вечно я бы тебя потом поправил бы барабан и ты их слегка не зад не доработал суши а ты там низ как сводишь а да я по-другому до мне чтоб ты сделал бы по-другому я так сделал он так сделал он так сделал не нравится как он сделал не слушая его почему чаще всего получается так что музыка у человека отличная а человек долб слушая прекрасную музыку мы чаще всего подразумеваем что ее написал какой-то интересный человек но он с ним с ним невозможно разговаривать он зануда и самое интересное часто когда музыкант общается с музыкантом один показывает другому композицию вместо того чтобы просто принять проделанную работу как вот нарисованную картину да и просто насладиться и либо не наслаждаться вовсе он начинает да брат я там был там бы перебивочку бы добавил бы там вот я бы это бы это бы я бы там я бы там а я бы я бы я бы я бы я бы я бы там я бы я бы я бы я бы я бы я вames вместо того чтобы заниматься своим следить за собой я бы 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 и в итоге мы сами не представляем каждый должен заниматься тем чем ему нравится вот он написал такую композицию ему так нравится если это не полная если это не полное говно да то человеку как бы можно в принципе не хамить, да, можно сказать, да, слушай, ну, не мое, да, или там, если нравится, то, слушай, очень классно, а что бы я бы там бы там сделал бы, если тебя не спрашивают, то и не надо ничего говорить, это раз, во-вторых, самое прикольное среди музыкантов, что я заметил, это когда ты даешь трек послушать какому-нибудь состоявшемуся артисту, звукоинженеру, звезде, то есть кому-то, у кого уже вот все, у него уже вся карьера за спиной, да, ему, в принципе, чем сейчас заниматься, ты даешь ему послушать, он говорит, слушай, да, оно, вот, круто, ништяк, вот, там молодец, это молодец, то молодец, но когда ты даешь послушать кому-нибудь сверстник, ровесник, помоложе, особенно помоложе, это вообще, ну, это вообще, мне нравится, это 16-летний, там, да, ну, что там, как-то там не хватает, 808 немного, и вот начинается, очень интересный момент, люди с опытом говорят, что это оно, что все хорошо, а люди без опыта почему-то считают, что это, ну, это так, ну, слабенько что-то как-то, я бы там бочечку бы поменял бы, попробуйте покритиковать друга музыканта, вот, когда друг музыкант шлет вам свою музыку, он хочет слышать, братан, блин, просто душу разрывает, вот это таракан, не дай бог вы ему скажете, что там что-то не так, не дай бог, даже если следующими словами будут, там, ты конструктивно разложил ему, дружище, у тебя там, 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 вот такие-то вот недочеты, но я знаю, как тебе помочь, забудьте, он до момента, но я знаю, как тебе помочь, вот с этого момента вы потеряли друга, музыканты это удивительные люди, они вечно пытаются кому-то что-то доказать, друг другу, слушателю, я ценю творчество многих людей, ну, когда мне говорят, что вот это вот, творчество, мне все, что мне хочется, сказать, вы что, реальный еб... в таком случае, когда... это тоже творчество, музыканты это крайне эгоистично, духовно-творческо-утонченная личность, чего не хватает, так это просто вот капли уважения, вот она композиция, ты ее либо слушаешь, либо не слушаешь, нравится, супер, не нравится, извини, братан, значит, не твое, а вот это вот, что мне не нравится, что ты делаешь, почему ты не пишешь вот это вот, как бы, ну, я не знаю, а что ты не пишешь вот это вот, а что ты, а что ты, не знаю, а что ты, а что ты не стриптизер вообще, мне кажется, с твоими мозгами тебе лучше быть стриптизером, чем музыкантом, вот просто, Прикол. Музыкант пишет у себя на стене. Я открываю лейбл, там, туда-сюда, бла-бла-бла. За информацией по поддержке моего лейбла пишите в личку. Я пишу человеку. Я говорю, привет, вот послушай мой трек. Тебе нужны еще работы в таком стиле? Барабаны недоделаны, идея хорошая, но чего-то не хватает. То есть вот человеку дают возможность что-то сказать. И первое, что он делает, он начинает мериться с тобой пипиской. То есть он уже как бы выше тебя, потому что ты ему пишешь. Не он пишет тебе. Он уже выше тебя, все, и вот у него вот эта возможность. Он же, я лейбл сделал, я тебе демо присылаю. Ну, только твои демо говно, я бы их на твоем месте бы доделал. Как только один пишет другому, обращаясь за советом, так все. Это тот, кому написали. Да, говнецо ты какое-то, тут нас водил. И ты стоишь такой и думаешь, нахер я ему вообще писал. А еще прикольнее, это когда кто-то кого-то копирует, и когда ты мне спрашиваешь, ребята, что за стиль? Ну, это у нас такой, короче, там, Art Fusion. Ну, короче, это свое, это свое. Да, ну, звучит как дешевая копия скриптонита. Не-не-не-не, это на самом деле мы придумали. Просто мы долго держали это в столе. Менеджеры лейблов пишут статьи о том, что они не ищут себе второго скрилекса на лейбл, они не ищут себе там второго Дэдмауса. Но почему-то народ, вместо того, чтобы писать что-то оригинальное и свое, продолжает копировать и первого, и второго. Самое печальное, это то, что у некоторых музыкантов больше слов о своей музыке, чем самой музыке вообще. То есть... Она у меня вот такая вот, вот она там у меня космос, дип, там, вот такая вот. Она для того, чтобы... Она у меня для того, чтобы там, ну, моя музыка, она такая раскрывает сознание и прочее. Да ты не говори об этом. Вместо того, чтобы говорить о себе, просто сядь, напиши что-нибудь, чтобы просто вскрывало.